Паломники к храму Покрова Пресвятой Богородицы, что расположен в Тамане, потянулись на рассвете. Желающих прикоснуться к животворящему кресту, который доставили в храм накануне, было очень много. Божественную литургию отслужил митрополит Кубанский Исидор, а после начался крестный ход. Возглавили его священнослужители, неся перед собой святые образы. Участие приняли несколько тысяч верующих, жителей и гостей Краснодарского края. От Свято-Покровского храма крестный ход отправился туда, где впервые казаки высадились на Таманский берег. Но большой праздник в этот день был не только в храме. Этнографический комплекс «Атамань» тоже встречал гостей на традиционный фестиваль «Легенды Тамани». По подсчетам организаторов, в этнокомплексе за два выходных дня побывало свыше 40 тысяч человек. У большинства путешествия по самому большому в России музею под открытым небом началось посещение храма, возвышающегося над Атаманью. Люди шли прочитать молитву и приложиться к святым образам. И постепенно собирались у главной сценической площадки на Майдане, где в полдень стартовал фестиваль. Праздник открылся парадом флагов российского, кубанского, флагов всех муниципальных образований края. В завершении процессии на площадь вынесли знамя кубанского казачьего войска. Участников фестиваля и его тысячи гостей со сцены приветствовал губернатор Кубани. Уже пятый год подряд празднуем здесь на великой таманской земле этот праздник, праздник Кубани. Праздник нашей истории, наших традиций, потому что Атамань это на самом деле как музей под открытым небом, где все и история, и культура нашей Кубани, и песни, и пляски, и кухня. Около трех миллионов человек за эти пять лет побывали здесь, в нашей любимой Атамане. И сюда приезжают в основном с детьми, с семьями, с друзьями, с товарищами. К нам приезжают и иностранные гости. Для того, чтобы поближе понять, узнать историю своей малой родины, Я хочу пожелать всем и жителям края, и гостям хороших праздников, хорошего настроения, хорошей солнечной погоды. И чтобы эти дни, проведенные здесь, на Атамане, запомнились навсегда. После поздравительных речей грянул праздник. И не только на главной сцене, но и в каждом уголке Атамане. К слову, Анапское подворье своих гостей встретило обновленным. Площадка отцы по нащебням, дорожки выстелены сколом дикого камня. Цветочные клумбы заиграли новыми красками. Подворье похорошело. По поручению главы Анапы, работы будут продолжены. А пока гуляла Атамань, шумела Анапское подворье, где по доброй традиции было немало гостей. На сцене для них казачьи песни и легенды. На подворье ручной работы персонажей и сказок и красавиц-какун. А еще выставка русских колоколов. Колокола разных производителей. Здесь есть колокола из Воронежа и Каменского-Уральского. Все желающие могут подойти и попробовать позвонить в эти прекрасные музыкальные инструменты. Как и всякое благое дело, это требует небольших усилий. Но если очень хочется и постараться, это может освоить каждый. Даже тот, у которого нет музыкального образования. И правда, стать на несколько минут звонарем мог каждый желающий. Колокольный звон в этот день не умолкал на подворье. Так же, как и песни, которые звучали в Атамане весь день. На главной сцене выступали лучшие творческие коллективы со всех районов Краснодарского края. Гостей веселили, угощали блюдами кубанской кухни и знакомили с историей кубанского казачества.